Всем привет на канале Удачман. Сегодня я с вами затрону тему политики, тему мигрантов, тему пособий денежных, различных выплат беженцам, украинцам, другим беженцам. И хотел бы затронуть такую тему, как турецко-подданные, живущие в Германии. Мне многие уже комментаторы, зрители говорили о том, что, мол, типа, почему у вас так много турецких гастарбайтеров, их, по-моему, нужно уже повыгонять. Это так вот говорили. Поэтому давайте мы сейчас начнем все по порядку. В первую очередь мне хотелось бы сказать, напомнить вам о том, что для того, чтобы стать спонсорами нашего канала, для его поддержки, существуют под видео у нас в описании ссылки на различные ресурсы, через которые вы можете поддержать добровольно наш канал. Если нет, на нет и сюда нет. Также у нас появляются вот эти вот QR-коды, которые вы можете, если вы смотрите видео, допустим, через телевизор, можете отсканировать это телефоном и сделать, скажем так, пожертвование напрямую. Почему пожертвование? Потому что над нашим каналом работает уже, скажем так, целая команда. Автор канала, ведущий канала, редактор канала и двое модераторов. Потому что одному человеку переварить полный объем информации, которую вы получаете, которую вы видите на экране, физически невозможно. То есть и монтаж видео, и подборка информационных вот этих вот блоков, которые мы вам преподносим. Ну и, естественно, сама работа над новыми выпусками на канале. Итак, первая тема у нас на канале. Это выступление в Бундестаге представителя от коалиции ХДС ХСС Александра Добринта с предложением, цель которого преследует снижение выплат денежных пособий украинским беженцам с 563 евро в месяц до 460. То есть они сейчас, каждый беженец получает бюргергельд. Так решило правительство для всех украинских беженцев, приезжающих сюда в Германию, ищущих убежище от войны. Люди, они должны себя чувствовать нормальными людьми, они не должны себя чувствовать в чем-то ущемленными. Им предоставляется жилье, им предоставляются различные социальные выплаты, социальные пособия для того, чтобы люди могли восстановиться, в первую очередь, психологически. И вот многие из вас говорят, что, мол, расскажите про криминал среди украинцев, расскажите про то, как они у вас халявничают, как они работают на черных работах, обманывая государство. То, чего мы не знаем, мы говорить не будем. А поддерживать различные сплетни или слухи, это, увы, не входит в интересы, в первую очередь, нашего канала. Мы стараемся нести вам достоверную информацию, ту, которая проверена, и та, которая действительно является правдой, а не слухами, или как бабка Надвое сказала. Типа баба Шура около подъезда ляпнула на лавочке, и все это подхватили. Так вот, беженцы украинские получают бюргергельд, большая сумма, в принципе, большая сумма, если семья из трех-четырех человек, это получается, если четыре человека, получается где-то с киндергельд, около двух с половиной тысяч. Плюс государство платит за них еще коммунальные услуги, всю квартплату и так далее. Поэтому, чтобы хоть как-то закрыть вот эти вот прорехи в государственной казне, чтобы хоть как-то несколько редуцировать вот эти вот огромнейшие денежные расходы, растраты, представитель от коалиции ХДС ХСС Александр Добринт выступил в Бундестаге с предложением, как я уже сказал, цель которого понизить выплаты денежных пособий украинским беженцам с 563 евро до 460. 460 получают официально беженцы, которые, допустим, приехали сюда из Сирии или из Афганистана и получили официальный статус беженца. Почему он выступил с таким предложением? Для того, чтобы мотивировать украинских беженцев, которых вот уже посчитали в последний месяц. Скрупулезно немцы все-таки бюрократы это еще те. Статистику они ужасно сильно любят. И они посчитали, что почти 700 тысяч украинских беженцев не работают просто по той причине, что не хотят работать. Зачем им это нужно, если государство оплачивает им жизнь, как у Христа за пазухой? Это была его идея. Выступил с таким предложением. И, естественно, парламент, весь Бундестаг не поддержал это предложение, сославшись на то, что человек, скорее всего, не владеет полной ситуацией, не владеет информацией о том, из каких условий бежали украинские беженцы и что они пережили. Естественно, из этих миллион 250, миллион 300 тысяч украинских беженцев очень многие люди действительно работают. Они работают, они сами оплачивают свои квартиры, сами оплачивают коммунальные услуги и не зависят от государства, ни от социаламта, ни от арбайзамта. Они получают зарплату, платят с нее налоги и ведут себя подобающим образом. То есть стараются изучать немецкий язык для того, чтобы не выглядеть ни бе, ни ме в магазине, типа я хочу купить вот этот хлеб, только я не знаю, как он называется. Другие же люди, если мы исключаем вот этих вот больных, стариков, физически не способных работать и детей, остается 600 до 700 тысяч людей, которые просто-напросто не хотят работать. И вот как раз против этих людей и было направлено вот это вот предложение от фракции ХДС, ХСС, которая, увы, не поддержала, не получила одобрения в парламенте. К лучшему это или нет? Я так полагаю, что с одной стороны, да, это хорошо, потому что люди, получается, начинают чувствовать себя в какой-то степени ущемленными. С другой стороны, это несколько не солидно и некорректно по отношению к другим людям, допустим, коренным немцам, которые живут здесь в силу ряда причин, потерявшим когда-то свою работу и сидящим на таком пособии, называется оно Хардсфир. Оно меньше, чем вот этот вот Бюргергельд, по-моему, на 120 евро что-то такое или на 100 евро меньше. И, естественно, вот эти люди чувствуют себя ущемленными в правах, так как они коренные немцы и они получают меньше, чем беженцы от войны. Но с темой вот этих украинских беженцев, многие вот почему-то, я не знаю, наверное, людям нравится, когда кто-то кого-то где-то укалывает, кто-то кого-то в чем-то унижает и говорят мне очень часто, что, мол, что-то нам про афганцев да про сирийцев или про тунисов, ты лучше расскажи, как мерзко ведут себя украинцы. Я говорю и повторяюсь опять. Процент правонарушений, будь то административные или, не дай бог, уголовные, среди украинских беженцев здесь, в Германии, сводится практически к нулю. Делайте выводы. Это люди, пускай, да, в какой-то степени у них менталитет несколько иной. Они привыкли себя несколько нагло вести, несколько заносчиво. Тем более, что когда они встречаются между собой, допустим, у меня сколько раз было такие моменты, и на работе, и на улице встречаются, допустим, киевские и донецкие, смотрят друг на друга с презрением, предвзято, и не особо стараются друг с другом разговаривать. Хотя, что те, что другие находятся здесь на тех же птичьих правах. Этого у них не отнять. Этого у них не отнять. Но, если смотреть на это со стороны уважения немецких законов и уважения традиций, все-таки украинские беженцы ведут себя действительно подавающим образом по сравнению с теми же самыми тунисцами, афганцами или сирийцами. Вот такая вот тема. Теперь касательно того, что многие беженцы задают у нас на канале вопрос, а как вот эти вот афганцы или сирийцы, которые здесь оказываются шизофрениками или парноиками, как они вообще приехали сюда, каким путем их сюда впустили и так далее. Вы знаете, когда началась эта волна в 2014-2015 годах, когда раскрыли границы и пустили абсолютно всех, они всеми правдами и неправдами через Турцию, через Армению потоком шли сюда, в Германию. Через Болгарию тоже и через Румынию. Там никто не спрашивал, вменяемый он или невменяемый, адекватный он или больной. Их всех пропускали, потому что они говорили, что они идут в Джермании, в Джермании. А раз ты идешь в Джермании, вот, пожалуйста, по указателю дорожному туда, там увидишь дальше, как идти. Естественно, не все сюда поприезжали, и потом начали, многие из них начали вести себя так оторвано, потому что они привыкли жить в своих вот этих вот условиях, в своих религиозно-политических и этических рамках вот этой вот морали, которая, увы, никак не состыковывается с западной моралью. Я не говорю о том, что вот сейчас кто-то належит и скажет, да ладно, знаем мы вашу западную мораль, вы поощряете гомосеков и лесбиянок. Знаете, давайте вот сразу сейчас вот по этой теме. Просто я не хочу, чтобы кто-то где-то что-то распалял. Я не отношусь к вот этим вот людям ни с каким, ни плюсом, ни минусом, вообще ни с каким мнением. Они где-то там существуют, но они меня не касаются. А вот теперь посмотрите, давайте посмотрим на эту ситуацию несколько иначе. В детском доме есть дети, их нужно брать в опекунство. Многие семьи хотят взять себе ребенка, усыновить или удочерить. И вот вам ситуация. Обычный детский дом. Приходят две семьи. Первая семья немц, возьмем только немцев, возьмем только немцев. Приходят две семьи. Папа, мама, будущие. Один работает, второй не работает. Они оба курят, они оба любят иногда выпить. Причем, что папа иногда любит выпить так, что, блин, даже работу может потерять. Зарплата у них ни шатка, ни валка. Живут, к примеру, в социальной квартире, за которую частично за них платит государство. И приходит, скажем так, в кавычках, семья двух голубых. Неважно, это две лесбиянки или два мужика. Оба работают, оба ведут свое хозяйство, ведут себя на улице в обществе подобающим образом и хотят тоже усыновить или удочерить ребенка. Кому вы отдадите этого ребенка? А социальную семью, которая ни шатка, ни валка сводит концы с концами, постоянно, ежемесячно покупая себе сигареты. Кстати, сигареты тут очень дорогие. Последние годы они стали очень дорогими. Покупая себе сигареты, пиво или какую-то водку, вот этот шнапс, доппелькорн. Или все-таки вы отдадите предпочтение вот этим вот людям. Пускай один из них имеет высшее образование, второй из них имеет техническое образование. Оба работают, оба ведут домашнее хозяйство и соответствуют, скажем так, как законопослушные граждане. Кому вы отдадите на воспитание этого ребенка? Тем более, что вот эти вот двое, про которых я упомянул в конце, могут действительно дать правильное воспитание и образование этому ребенку, который не будет, к счастью, видеть, как папа или мама постоянно ходят бухие, постоянно скандалят, постоянно грызутся, как бывает в немецких социальных семьях. Поэтому, прежде чем кричать Гейропа, Гейропа, ставьте себя перед такой ситуацией и думайте, всегда ли это плохо или нет. Я не говорю о том, что это их личные предпочтения, но однако же многие из вас до сих пор любят слушать Фредди Меркури или Алтамаджона. Занумайтесь, просто задумайтесь. Идемте дальше. Мне в одном комментарии написал кто-то, мол, типа, убежище в Германии дают только на 4 года, а через 4 года человек получает гражданство. Мол, типа, вот этот человек, который это пишет, разговаривал с одним выходцем из Эфиопии, этот Эфиоп купил в полиции, не уточняется, правда, в какой полиции, там или здесь, купил себе все соответствующие документы, мама имеет несколько квартир в Эфиопии, сдают их и тем зарабатывают деньги там, плюс зарабатывают пособием здесь. И вот этот вот Эфиоп получил через 4 года гражданства. Знаете, это я вам скажу открыто, это бред сивой кобылы. Почему? Потому что в первую очередь любой иностранный гражданин, приехавший в Германию, пусть он приехал на работу или как беженец, имеет право подать документы на вступление в немецкое гражданство спустя 10 лет, чтобы по истечении 2011 года ему выдали, если он пройдет все экзамены, если он пройдет натурализацию, ему выдали немецкое гражданство. Вернее, его признали немецким гражданином. Через 4 года здесь никому не дают гражданство, кроме, да, поздних переселенцев. О, простите, некоторые могут сказать, какие мы тебе нафиг поздние переселенцы, мы граждане немецкой национальности. Кроме граждан немецкой национальности, приехавших сюда по 4 и по 7 параграфу. Те, которые приехали прицепом к гражданам немецкой национальности по 8 параграфу, они обязаны были прожить здесь минимум 10 лет, чтобы получить гражданство. Такие здесь законы. Здесь никто никому не дает гражданство через 4 года. Поэтому, когда кто-то мне вот так вот говорит, увы, все это неправда. Ну и, естественно, у себя на канале мы врать не собираемся. Почему? Для чего? Для чего нести вам заведомо ложную информацию, если она не соответствует действительности? Ну и вот, посмотрите, выискался тут один комментатор, который написал мне буквально следующее. Вот можете посмотреть. Типа, что-то тебе не нравится в Германии, ты такой же гостарбайтер, который хает других гостарбайтеров. Ну, во-первых, слово «гастарбайтер» это немецкое слово, вошедшее плотно в русскую речь. Чем интересны вот эти вот всяческие слова? Они обогащают речь других людей, сокращая или упрощая различные обозначения. чтобы не говорить, что человек, приехавший временно работать по контракту в какую-то фирму в Геране, просто говорят «гастарбайтер». Все, точка. Гастарбайтер, не гостарбайтер. И вот этот человек мне написал слова «Чемодан, вокзал и домой». Именно вот этому человеку я хотел бы сказать лично, персонально. «Дружище, я, во-первых, родился в Германии, в настоящей Германии. Я родился в Германии. Я живу в Германии. С тобой же я, гостарбайтер, разговариваю на том языке, который тебе дан природой, чтобы ты мог понимать. Потому что если я буду разговаривать с тобой на немецком языке, если ты меня понял, молодец. Не понял, погугли, а потом узнаешь, что я тебе сказал. Вот такие вот дела. И, конечно же, опять по вот этим вот беженцам, мигрантам. Мне кто-то сказал тоже, это не беженцы, это мигранты. Причем написали это с таким вызовом, типа, как я могу называть мигрантов, беженцами. Они же не бегут, они приезжают, мигрируют. Ну хорошо, мигранты они или беженцы, или имигранты. Разницу чувствуете? Иммигрант это тот, который приезжает в страну. Эмигрант это тот, который уезжает из страны. Мигрант это тот, который мигрирует между странами. А беженцы это вот эти вот афганцы, сирийцы, мусульмане все вот эти вот. По их вопросу касательно государства халифат, которые они постоянно, вот уже каждые выходные в крупных городах Германии, постоянно требуют создания этого государства халифат, мол типа немецкое государство, немецкие законы затыкают им рот, затыкают их цензурой, не дают им дышать, перекрывают им кислород. Вот странные вопросы у этих граждан, мигрантов, беженцев, если им разрешают собираться на демонстрации, то где что цензура, если государство пока закрывает глаза на то, как они себя ведут, то есть когда они кричат о том, что в Германии плохие законы, в Германии нужно создать государство халифат, нужно сделать то, нужно сделать все, то есть получается, что и это цензура. Какие-то двойные стандарты, двойные понятия у этих вот мигрантов, у этих вот беженцев. Сейчас правительство рассматривает вопросы о тотальном запрете вот этих вот демонстраций про палестинцев, участвующих с игиловцами, которых здесь пруд пруди. Вот как раз сейчас они как грязная пена на воде выползли наверх и устраивают вот эти демонстрации с требованием создать свое государство халифат в Германии и строить даже в каждой деревне по одной мечети. Правительство сейчас уже начинает шевелиться, начинает действовать, потому что если оно будет и дальше находиться в такой вот вялой спячке, то от страны не останется буквально лет через 1015, нифига, скажем так, камня на камне не останется. Они этого хотят? Нет. Поэтому они начинают сейчас действовать, начинают принимать законы, они начинают сейчас запрещать само обозначение вот этого халифат и берут под контроль, записывают всех на базу данных вот этих вот радикальных исламистов, устраивающих демонстрации. Ну и естественно все эти студенты, которые поддерживают этих пропалестинцев, бегают с флагами, кричат, зеленые все вот эти, они тоже так просто от правосудия в будущем не уйдут, поверьте. И самое последнее, мне тоже как-то вот писал кто-то под одним из наших видео, мол, а почему в Германии так много турецких мигрантов, почему они живут там, гнать их в шею? Ну во-первых, почему нужно гнать тех людей, которые живут здесь, скажем так, уже 50, а то и 60 лет? 70 лет. Почему их нужно выгонять? Турция была единственной страной после войны, которая предложила Германии свою безвозмездную помощь в восстановлении страны. Они отстраивали города, они отстраивали жилой фонд, они помогали строить заводы-фабрики, они работают на этих заводах-фабриках, у них есть свои фирмы, у них есть свои магазины, они здесь живут. Очень много турков до сих пор имеют турецкое гражданство, многие же получают немецкое гражданство, становясь таким образом действительно настоящими немцами. Да, это люди турецкой национальности, но они немцы по паспорту, по гражданству, так же как было в Советском Союзе. Ты украинец, но ты советский человек, у тебя советский паспорт. Ты татарин, но ты советский человек, у тебя советский паспорт. Поэтому не забывайте о том, что было когда-то в Советском Союзе. То же самое сейчас и здесь. Здесь у многих немецкий паспорт, хотя они принадлежат к различным языковым и национальным группам. И вот эти вот турки живут здесь уже много лет. Они работают, как я сказал, на заводах, на фабриках. Многие из них инженеры, многие архитекторы, многие адвокаты, прокуроры. В полиции очень много турецких людей, очень много. И ведут они себя, между прочим, очень и очень образцово в пример, ставя себя и свои поступки тем, кто приезжает сюда и ведет себя, как какой-то непонятный изгой общества. Зачем? За что выгонять вот этих вот турецких людей, турецких граждан из Германии? За что? Только потому, что они турки? Я не думаю. Вот эти вот стереотипные высказывания типа «Германия для немцев», «Австрия для австрийцев», в Австрии живут тоже, скажем так, немцы. Они говорят на том же самом языке. На том же самом языке. В Голландии есть такое понятие «Platdeutsch», плоские немецкие. Это одна из форм немецкого языка. Можно сказать, что они тоже немцы, но они живут в Голландии, они голландцы. Вон Фризланд наверху Германии, на границе с Голландией. Люди свободно разговаривают на нескольких языках. И на голландском, и на немецком, и даже на английском. Это в порядке вещей. Что, этих людей что ли выгонять из Германии? Глупости какие-то. Вот те люди, которые пытаются писать такие комментарии, они просто-напросто не соображают, что они говорят. Они пытаются привлечь к себе внимание тем, что они пишут какие-то глупости. Ну, привлекли вы к себе внимание. Ну и дальше что? Вы выставляете в первую очередь себя на посмешище тем, что вы пишете этот комментарий открыто, официально. Люди смотрят, с кем они имеют дело, и начинают вам отвечать. Естественно, мне иногда руки чешутся написать вам ответ, напечатать. Многим таким. Но по требованию редактора нашего канала, я все-таки в большинстве случаев сдерживаюсь. И скорее всего я уже перестану вообще отвечать на комментарии, чтобы не вносить раздор, как она написала, раздрай. Не вносить раздор и не вносить непонятки под какими-либо комментариями, потому что иногда кажется, что кто-то написал реплику мне, а оказывается, если я на эту реплику ответил, она была адресована не мне, а тому, кто написал комментарий выше. И мне редактор строго-настрого уже запрещает отвечать на комментарии, разве что только ставить лайки или сердечки, если комментарий понравился. Ну а модераторы делают свою работу, они жестко удаляют абсолютно всех, кто пытается разжигать межнациональную ненависть и межнациональную рознь, кто пытается высказываться с какими-то унижениями в адрес, будь то ведущего или в адрес комментаторов или еще кого-то. Ну это показывает культуру вот этих людей, которые приходят вот так вот высказывают на канале. В общем, я надеюсь, что после этого видео многие люди сделают свои выводы. Многие, кто задавали вопросы по украинским беженцам, по турецким вот этим, как они говорят, мигрантам, по турецким гражданам, которые живут здесь уже десятилетиями, поколениями, построили свои дома, построили свою жизнь. У них, многие из них не ходят в мечети, у них есть свои мусульманские центры. Они в этих центрах культурно отдыхают, действительно культурно отдыхают. Они изучают историю османского государства, они изучают историю Византии, они пьют там чай, они устраивают различные праздники. Между прочим, очень интересно, действительно очень интересно. Меня сколько раз приглашали в эти турецкие общины, и я не скажу, что это что-то такое вот из ряда вон выходящее, типа это не мое. Ради интереса можно сходить, ради интереса можно сходить. Многие из них не посещают мечети, в которых в основном сейчас идет разжигание ненависти ко всему немусульманскому. Вот такие вот дела. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Ну и, конечно же, в конце, как обычно, по традиции, не забудьте подписаться, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Оставайтесь с нами у нас на канале, чтобы всегда быть в курсе событий. И да, совсем последнее. У меня просто сейчас к вам будет маленький вопрос. Прошу вашего совета. Будет ли целесообразным и далее делать видеовыпуски ежедневно или через день? Или все-таки компоновать все новости в один выпуск и выпускать, ну скажем так, раз в три-четыре дня? И желательно, чтобы вы тоже написали, в какое время суток, или утром, или вечером. Как вам это будет удобнее? И если большинство из вас сойдется во мнение о том, что выпуски нужно регулярно выпускать по утрам, мы и дальше будем стараться выполнять именно вот эту вот позицию. А если многие из вас, наоборот, скажут, что достаточно делать один-два выпуска в неделю, но желательно вечером, тогда мы будем переключаться уже на вот этот вот вариант вещания. И, естественно, собирать, компоновать выпуски, в которые будут, как в новостях, входить в самые лучшие моменты прошедшей недели или прошедших дней и подавать их вам в формате новостного выпуска. Вот и все на сегодня. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok